Всем привет! Наш огромный и прекрасный мир полон всего удивительного и необычного. И если большей части происходящего легко дать оценку и попросту объяснить его природу, то некоторые события заставляют изрядно напрячь мозги. Сегодня предлагаю поговорить о самых интересных, впечатляющих, а порой даже шокирующих событиях и явлениях, логичное объяснение которым дать крайне сложно, а иногда и вовсе невозможно. Так что будьте внимательны. Поехали! Казалось бы, на улице уже давно должно было стать совсем светло. Но не тут-то было. Но кто не любит поглазеть на густые и кучные облака, пролетая над ними в самолете? Но вот увидеть за бортом нечто похожее на летающую тарелку уж точно никто не ожидает. Думали, пегасы только в сказках и фантастических фильмах бывают? Как бы не так. Странная фигура была замечена случайными очевидцами на высокой скале, скрывающейся в густом тумане. И надо отметить, что она действительно вводит в состояние шока и прострации. Воздушный шар мистическим образом перемещался все ближе к человеку, записывающему это видео. Тем самым, сильно напугав его происходящим. Прогуливаясь по темным улицам поздно вечером, не смотрите пристально в глаза случайных прохожих. Не то мало ли что можно в них увидеть. Видимо, призрак бывшего шеф-повара этого ресторана был так зол на девушек, которые вместо работы обсуждали свои личные проблемы, что он решил напомнить им, зачем они на самом деле собрались на кухне. Спросите меня, как вагоны могут двигаться без головы, а присмотритесь повнимательнее. И увидите, как железнодорожным составом управляет какое-то странное существо. Если вы боитесь призраков и потустороннего мира, лучше не посещать в ночное время подобные помещения. И не сидится же кому-то дома. Не знаю, какая сила движет этим транспортным средством, но я почему-то абсолютно уверен, что владелец авто больше не захочет садиться за его руль. Некоторые детали или события в нашем доме могут быть и незаметны на первый взгляд. Однако стоит только пересмотреть кадры со скрытого видеонаблюдения, как волосы порой становятся дыбом от происходящего. Данные кадры немного настораживают и пугают, особенно с тем учетом, что сделано видео было со значительного расстояния. И четко видно, что рядом там никого не было. Уж не знаю, что это за свечение такое в кадре, но согласитесь, оно довольно сильно напрягает общую атмосферу. Кажется, кто-то из потустороннего мира захотел поиграть с ним в игру. Но вот только по своим правилам. Пробелы в льдинке выглядят так, словно она связана между собой какой-то невидимой глазу нитью. Не так ли? Два совершенно разных течения реки так красиво сплелись воедино, как будто добро и зло теперь вынуждены существовать вместе. Далеко в море, где-то на линии горизонта, в густом тумане были замечены странные передвигающиеся фигуры. И заметьте, на корабли они вовсе не похожи. Глядя на эти кадры, можно подумать, что облака состоят из ваты. А раз они так легко и в таком виде опустились прямо на нашу землю. Мне бы было совсем не до тренировок, увидев в зале нечто подобное. Тут лишь одна мысль возникает. Бежать оттуда поскорее. Что-то подсказывает, что в таком состоянии вы обычную дистиллированную воду еще не видели. Скажите, друзья. Как ни крути, а именно природа умеет создавать настоящие шедевры, которые дадут фору любому творению современного искусства. Возможно, какой-то неопознанный объект с другой планеты решил тайно понаблюдать за человечеством. Но внезапно привлек к себе слишком много внимания. А здесь уже точно кто-то пытается подать нам сигнал свыше. Вот только интересно, о чем конкретно они хотели нам сказать. Жители Нью-Йорка не так давно заметили в небе необычное свечение из трех точек, которые двигались со скоростью и траекторией, не способные развить даже самолеты. Если вы скажете, что видели зависшую в воздухе палку, вряд ли вам кто-то поверит. Поэтому хорошо, если вы успеете сделать видеодоказательства. У этой рыбины замечена редкая аномалия телосложения, которая уж никак не красит представительницу подводного мира. Наоборот, даже изрядно устрашает. Кажется, теперь я абсолютно точно знаю основную причину глобального потепления в мире. Сложно объяснить, куда делись две вполне реалистичные человеческие фигуры, когда к ним лично подошел охранник. Но доверия они уж точно не вселяют никакого. Посмотрите, на определенной части улицы девушка словно зависла во времени. Видимо, там попахивает некой чертовщинкой. А вот еще целое стадо жертв мистической истерии. Но не могли же все эти животные застыть на месте по преждевременной договоренности друг с другом. Как видим, кто-то невидимый для нашего глаза проявляет недюжинный интерес к разобранному припаркованному автотранспорту. Большой океан скрывает множество тайных загадок. Лишь изредка пуская на них поглазеть случайных мореплавателей. Определенно, чей-то рабочий день не задался по полной. Ведь кому-то теперь устранять причины происходящего. Странная парящая в небе фигура была замечена одним весенним днем в Техасе. И уж точно это не была просто огромная птица. Обездвиженный попугай просто завис в воздухе над деревьями, словно течение его жизни на несколько мгновений остановилось. На кладбище в Небраске местные уборщицы заметили странное явление, которое произошло с разлившейся водой. Выглядят действительно немного пугающе. Вроде бы перед нами самый обычный дом. Но подождите. Фасад здания быстро превратился в уникальную художественную инсталляцию Ричарда Уилсона, художника-проектировщика из США. Небо Флориды однажды так сильно заполосатилось, что местные жители стали ожидать в ближайшем будущем каких-то серьезных изменений в их жизни. Вот как должны выглядеть современные Гераклы наших дней. пернатые решили устроить заплыв с препятствиями в жаркий засушливый день. И справились со своей задачей они довольно зрелищно. Странная тень маленького мальчика, внезапно появившаяся на дверях комнаты, изрядно напугала родителей ребенка. Как думаете, это чистой воды природный феномен или нечто необъяснимое с точки зрения науки? Загадочный ледяной вихрь образовался на реке среди скал, тем самым очень озадачив тех немногих альпинистов, которые стали свидетелями необычного природного явления. Эта рыба таким большим косяком подошла близко к берегу, что местные рыбаки могли бы собрать очень неплохой улов и за предельно короткое время. Послушные овцы покорно плетутся в своих колоннах, иногда лишь нарушая спокойствие соседних рядом. И, конечно же, под пристальным присмотром собак-поводырей. Если бы мне не показали сейчас, на какие спортивные подвиги способны хитроумные собаки для достижения своей целей, пожалуй, никогда бы не поверил. Неудачно запущенный фейерверк спалил пальму буквально полностью. Конечно же, потушить дерево, да еще и при помощи маленькой бутылки воды, ребятам не удалось. Достоверно сложно сказать, что перед нами. Но выглядит такое черное расползшееся пятно достаточно мрачно и пугающе. Особенно в ночное время суток. Уверен, следующие кадры вас впечатляют не меньше, чем меня. Что бы тут ни происходило, но почему-то мне кажется, что пора уже скорее делать ноги с того места, пока еще есть возможность. Катаклизмы могут быть не только крайне опасными, но и впечатляющими. Ведь не каждый день увидишь, как злится и бушует матушка природа. Странные облака то и дело появляются у побережья Флориды, заставляя местных и отдыхающих разгадывать в своих головах истинную природу происходящего. Так на первый взгляд можно подумать, что пол устелен фотокартины с рыбно-морским дизайном. Но присмотритесь внимательнее. Перед нами настоящий водоем с самой живой и реальной рыбой. Когда целая стая отважно защищает друг друга от опасности, хищной птице нечего даже пытаться охотиться на одного из членов такого пернатого коллектива. Согласитесь, отличное чучело для распугивания ворон и нежелательных грызунов получилось на поле. А главное – бесплатное и крайне эффективное. Город заполонили тысячи черных птиц, невольно или наоборот намеренно пугая местных жителей своим внезапным нашествием. Сложно объяснить, откуда вдруг появился этот копченый торнадо, соединяющий две плиты друг напротив друга. Иногда природа создаёт настоящие шедевры, даже похлеще, чем самые именитые художники и скульпторы всех времён и народов. Если вы хорошо знаете физику и любите экспериментировать, то подобный опыт уж точно можете брать на заметку. Главное – сделать всё по правилам. А иногда и технические неполадки некоторых объектов, созданных руками человека, могут создавать не менее впечатляющее зрелище. У девчонки меткость на высшем уровне просто. С такими талантами её бы с руками и ногами забрали на мировой чемпионат по дартсу. Согласны? Кажется, природа решила поиграть в ландшафтного дизайнера, свирепо и нагло переставляя местами то, что создавалось таким трудом. Это невероятное явление на верхушке снежной горы создаёт потрясающий вид, оторвать взгляд от которого просто невозможно. Кажется, лестница вдруг ожила и начала жить по своим собственным правилам. Правда, что-то ни к чему хорошему они её не привели, как видим. Берите на заметку, сыщики. Перед вами отличный способ заполучить отпечатки в не самую подходящую для работы погоду. Судя по фото, могу предположить, что люди уже с давних пор были знакомы с представителями иных цивилизаций. Вот только не кажется мне, что они настроены к нам дружелюбно. Говорят, драконы существуют исключительно на страницах книг или фантастических фильмах. Но готов поспорить, что среди вас есть те, кто по-прежнему верит в их существование в реальной жизни. Не так ли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова